Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск День за днём. С вами в студии Виталий Волков. Итак, основные темы выпуска. Сказочная песня. В школе номер 4 состоялся музыкал. Поэтический вечер в городском кафе. Я не употребляю алкоголь все всегда, поэтому меня эта тема не беспокоит абсолютно. Неделя сплошного контроля. Смоленских водителей проверили на трезвость. В детском саду «Ласточка» мам поздравили с праздником. А теперь об этих и других новостях подробнее. Правительство прорабатывает вопрос создания мобильного приложения, которое позволит не носить с собой бумажный паспорт или водительское удостоверение. Предъявлять эти документы в случае необходимости можно будет с помощью мобильного телефона. Дизайн-проект документа будет разработан в первой половине 2019 года в новой государственной информационной системе «Мир». В настоящее время на базе системы идет выдача паспортов, загранпаспортов, документа иностранного гражданина, удостоверение беженца и других документов. 30 ноября актовый зал школы номер 4 был заполнен зрителями. Все они собрались, чтобы посмотреть самый настоящий мюзикл. Детали в нашем сюжете. За основу мюзикла взят сюжет «Сказки волк и семеро козлят». Автором сценария, музыкальным редактором и режиссером постановки выступила школьный педагог Елена Парамонова. Вдохновившись музыкальными композициями из советского фильма «Мама», она написала свою версию известной сказки. В ней волк-сосед похищает козлят и пляшет с ними на ярмарке. Всех персонажей сыграли ученики с 1 по 11 классы. Главные роли нашей сказки исполняют самые мои любимые ученики, можно сказать, мои воспитанники, в частности, Антон Морозов, на которого выпала самая большая доля этой работы. Он практически всю сказку и поет, и танцует, и играет. И также Таисия Труханова, наши два главных героя, наши необыкновенные певцы и артисты. Во время работы над постановкой не обошлось и без сложностей. Все костюмы в буквальном смысле собирали по крупицам. В их создании приняли участие и мамы артистов. А над гримом работала ученица 7 класса. Музыкальная постановка тронула зрителей до глубины души. Они отметили блестящий талант педагога-организатора и превосходную игру юных актеров. Спектакль очень понравился. Самые яркие эмоции, прекрасная постановка, артисты, музыка. Все на одном дыхании смотрели. Мы участвовали в репетициях, тоже наши детки были артистами. И просто не ожидали даже, что можно получить такое удовольствие от мюзикла школьного. Мой ребенок участвует, так как это первоклассник, мы еще только начинаем свой творческий и учебный путь. Она у меня участвует первый раз в школьном спектакле. И я поражена, насколько здесь можно раскрыть способности и душу наших детей. То, чего мы не видим дома. Начинающие артисты также поделились своими впечатлениями. Мне очень понравилось выступать. Было, конечно, сложно, но было весело. Мне тоже понравилось выступать, чтобы на меня порадовалась мама. В финале юные актеры исполнили песню о маме, человеке, которому и была посвящена музыкальная постановка. Этот мюзикл был своего рода «Пробой пера», отмечает Елена Семеновна. Есть еще над чем работать и что улучшать. Несмотря на недочеты, он получил огромный успех. А поскольку следующий год объявлен годом театра, актеры надеются выступить еще не один раз. Марина Якубишина, Юлия Соболева, Десна ТВ За окном прохладный осенний вечер, а в зале негромко играет музыка. 29 ноября в одном из кафе города состоялась литературная встреча. Чему она была посвящена, выяснила наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Для творческих десногорцев чеховские вечера уже стали традиционными. В этот раз мероприятие было посвящено памяти двум ярким поэтессам Серебряного века Анне Ахматовой и Марине Цветаевой, а также более молодому автору Эдуарду Асадову. Ведущие рассказали слушателям о жизни героев вечера, прочитали их стихи, исполнили песни. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не плывет под нашими ногами. Литературный вечер показал, что классика русской литературы по-прежнему остается актуальной и притягательной. Это большой источник вдохновения для многих людей. В каком бы веке человек не родился, он пишет о любви, он говорит о любви, о своих чувствах. То, что сам человек – это и есть его чувства. Встреча очень сблизила гостей, дала повод раздумью и обмену мнениями. Такие вечера очень важны в нашей жизни, потому что они все-таки дают нам чувственность, учат сопереживать, учат приходить друг к другу на помощь, учат милосердию, учат патриотическому отношению к жизни, воспитывают в нас те черты их характера, которые порой не всем присущи в нашей жизни. Уютное кафе, творческая атмосфера, талантливые люди и огонь свечей. Несмотря на наступившие холода и другие проблемы, у присутствующих хотя бы на несколько часов в душе поселилась весна. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ В России планируют организовать продажу красивых автомобильных номеров на специальных аукционах в интернете. Подготовкой проекта занимается Министерство экономического развития совместно с Министерством внутренних дел. Документ предоставят в сентябре 2019 года. В ходе разработки проекта постановление предстоит определить, кто будет контролировать проведение аукционов и устанавливать критерии для торгов, а также как будет происходить отбор автомобильных номеров на продажу. Госавтоинспекция Смоленской области обеспокоена количеством аварий, которые произошли по вине пьяных водителей. Чтобы свести на нет аварийную обстановку, сотрудники ГИБДД провели неделю сплошного контроля водителей. Подробности в сюжете. С 19 по 26 ноября инспекторы составили 320 протоколов об административных правонарушениях. 15 водителей находились в алкогольном опьянении, а еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь им придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и стать пешеходами на ближайшие полтора-два года. Я не употребляю алкоголь совсем, поэтому меня эта тема не беспокоит абсолютно. Инспекторы работали группами и останавливали практически каждого водителя. Пары минут общения достаточно, чтобы определить состояние водителя. Мероприятия проводились в динамичной форме с максимальным охватом проезжающих транспортных средств. В ходе рейда сотрудники ДПС оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других, водителю незамедлительно разрешается продолжить движение. Штраф и лишение прав – не самое страшное, что может произойти. Управление машиной требует от водителя предельной концентрации внимания, который стремительно падает под действием алкоголя. В результате автомобиль порой становится оружием массового поражения. В этом случае придется понести и уголовное наказание. Прежде чем садиться за руль в нетрезвом виде, водителям нужно задуматься, какую цену им придется заплатить. У школ, которые находятся рядом с оживленной проезжей дорогой, поставят макеты детей. Уже на следующей неделе один из них появится возле школы номер 5 в Рославле. До конца года аналогичные макеты появятся рядом с пешеходными переходами возле образовательных учреждений Смоленска. При этом места размещения макетов будут постоянно меняться. По мнению автоинспекторов, водители, увидев возле зебры фигуры детей, будут снижать скорость, станут внимательнее и осторожнее на этих участках. Песни, танцы и стихи – все это малыши детского сада «Ласточка» посвятили своим любимым мамам. Подробности далее. Как писал Максим Горький, без солнца не растут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Слово «мама» – одно из самых древних на Земле. Для малышей это слово самое главное, ведь мама – самый близкий и родной человек. День матери – прекрасная возможность подарить своим мамам внимание, согреть их теплом. Воспитатели вместе с детьми подготовили праздничную программу. Этот праздник полон душевной теплоты, добра, света и красоты. Ведь малыши поздравляют самых дорогих людей на свете – своих мамочек. Ребята приняли активное участие в разнообразных конкурсах, читали стихи в адрес своих любимых мам, пели и танцевали. Мамы улыбались и, казалось, позабыли о всех своих заботах и проблемах. Мамы улыбались и, казалось бы, в маленьких руках, спи через много лет. Сына веришь, смех им снешь, как маленький рука, он в маленьких руках. Праздник пролетел на одном дыхании. Он получился радостным и теплым, став прекрасным результатом подготовительной работы воспитателей, детей и родителей. В завершении мероприятия малышам вручили сладкие подарки, после чего сфотографировались на память с мамами и организаторами торжества. Виталий Волков, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Более 250 каратистов приедут в областной центр в середине декабря. Они станут участниками турнира имени Григория Бояринова, героя Советского Союза, полковника КГБ, уроженца Смоленской земли. Эти соревнования пройдут в регионе уже в девятый раз. Спортсмен исполнит подвиг Григория Бояринова. Он героически погиб во время штурма Кабульского дворца Амина в 1979 году. Инициативу популяризации этой страницы истории советских спецслужб поддержала администрация Смоленской области и личный губернатор Алексей Островский. В Десногорске 1 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна пройдут соревнования под Зюдо. А в понедельник 3 декабря на Кургане Славы состоится возложение цветов и венков, посвященное Дню Неизвестного Солдата. Приглашаем жителей и гостей города посетить мероприятие. На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин